Она внесла неоценимый вклад в развитие культуры и образования народов Карачаева-Черкесии. Как мы уже сообщали, на 1967 году ушла из жизни ветеран педагогического труда Российской Федерации, заслуженный работник культуры Римма Исмаиловна Утемисова. Она долгое время вместе со своим мужем Магомедом Утемисовым выступали ими же в созданном семейном ансамбле «Ачак». О яркой творческой жизни известной дочери нагайского народа подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Она ставила глубокий след во многих сферах деятельности. Жизнь Риммы Утемисовой была тесно связана с воспитанием подрастающего поколения и развитием культуры нагайского народа. Более полувека она посвятила образованию, 20 лет из которых она проработала учителем начальных классов. На протяжении 12 лет Римма Исмаиловна проработала директором Алиханской школы и два года руководила Эркенюрской школой. Помимо педагогической деятельности, она занималась творчеством, писала стихи и исполняла песни. Мы никогда ее не забудем, потому что человек, который принес очень много и многосторонно, многогранно, она делала все во всей отрасли, где она работала. Поэтому ее забыть невозможно. И переводы ее, и книги ее, и все остальное, что она делала, все делала великолепно. Творчески одаренная Римма Утимисова пробует себя и в качестве певицы. Она писала музыку к своим песням и исполняла их. С 2007 по 2018 год она вместе со своим мужем Магомедом Утимисовым записали 7 компакт-дисков. А в 1978 году творчески талантливая семья создала свой ансамбль «Ачак» и выступала с гастролями в Москве, Астрахани, Дагестане и в Казахстане. Римма Исмаиловна особое внимание уделяла и оказывала поддержку молодым талантам. Она мне помогла сделать мой семейный ансамбль «Семья Секалевых». Она моим детям, девочкам голоса поставила, очень сильно помогла нам, музыку давала, на ее слова мои дети начали петь, на ее музыку. Семейный ансамбль Утимисова принимал участие во многих конкурсах, где был отмечен различными наградами. Во всероссийском конкурсе «Музыкальный урожай 2009» в Москве победу одержали сразу в двух номинациях из трех. А на всероссийском конкурсе «Поэт-журналисты России-2015» песня о журналистах, написанная Риммой Утимисовой, была признана лучшей. «Журналисты, очень правильный народ, журналисты, дел у вас не проворот, журналисты, лучше вас на свете нет, журналисты, могут все и даже...» Римма Исмаиловна была и прекрасным переводчиком. Она перевела на ногайский язык сказку Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» и русскую народную сказку «Репку». Ею были изданы два сборника стихов, куда вошли и переводы известных российских авторов. Она была глубоко интернациональным человеком, потому что она переводила все песни и русских композиторов, и других композиторов, и дагестанских и так далее. Она по мере возможности все песни перевела на ногайский язык, как и на русский язык переводила ногайские песни. И я еще хочу сказать, она за каждый наш аул написала песню с музыкой, естественно. Римма Утимисова – ветеран педагогического труда России, заслуженный работник культуры Карачаева-Черкесии, обладатель золотой медали за честь и доблесть. Ее имя известно не только у нас в республике, но и за ее пределами. Имя Риммы Утимисовой было известно не только в Карачаево-Черкесской республике, но и во всех регионах компактного проживания ногайцев от Астрахани до Крыма. Помимо наших регионов компактного проживания ногайцев, творчество Риммы было широко известно и в республике Казахстан, и в Турции, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Ростове-на-Дону, и в Краснодаре. Римма Утимисова навсегда останется в памяти как яркая и очень талантливая представительница ногайского народа.